Продолжение следует... 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 к своей стране, а не через отношение к Альянсу. Я заметила это, прочитывая множество новостных сайтов и интервью. И если, например, вы спросите ладыша современного, кто он, он скажет, я европеец. Ну, потом, наверное, скажет ладыш. Если вы спросите русского или итальянца, кто он, скажет, я итальянец. То есть это, во-первых, отношение, идентификация через нацию. И поэтому власть и в России, и в Италии, она должна, во-первых, выражать интересы нации. И, наконец, четвертый момент, который я выделила. И в Италии, и в России есть сходные социально-политические проблемы. Ну, это долгий период влияния организованной преступностью по политику. И коррупция, в том числе коррупция во власти. Не случайно у нас огромной популярностью пользуются итальянские сериалы на мафию. И это тоже то, что, наверное, роднит русских и итальянцев восприятие политическое. Ну, и теперь, наконец, о политиках. Мне было сложно, честно говоря, выявить тех политиков, которые пользуются наибольшим интересом у итальянцев, поэтому у россиян, которые знают многие россияне. И я поступила очень-то просто. Я начала анализировать сайты русского интернета и посещаемость этих сайтов. И еще я просто взяла за основу количество изображений итальянских политиков в российском сегменте интернета. Ну, получилась довольно интересная картина. Я выделила две подгруппы итальянских политиков. Это те, чье пребывание на вершине политической власти уже состоялось и которых знают многие россияне. И вторая, малочисленная группа тех, которые россияне скоро узнают и, наверное, заинтересуются. Итак, это те итальянские политики, которых знает, наверное, большинство России. Ну, первый – это Бенито Мусорин. Понятно, он достаточно популярен. Во-первых, почему? Потому что любой россиянин интересуется диктаторами, ну и, наверное, любой человек интересуется проблемами диктатуры. Если говорить о наличии изображений и картинок, грубо говоря, 30 тысяч изображений в русском сегменте интернета. Следующий политик, который вы достаточно понимаете, это Ачилид и Гаспери. Ну, надо сказать, что, конечно, он известен в гораздо меньшей степени, чем Роскалинер. И, прежде всего, он известен как один из отцов-основателей Европейского Союза. А не как первые итальянские премьеры и основатели Европейской партии после войны. Но, тем не менее, известен. Пять тысяч изображений в Роскалинерском Союзе. Следующий политик, который не может быть у нас неизвестен, особенно у представителей умного поколения, а старшего поколения тем более, это товарищ Пальмира Тольятти. Пальмира Тольятти, он, естественно, известен нам как основатель Европейской партии Италии, как человек, который в будущей войне жил в Советском Союзе и входил в Коминтерн. И в меньшей степени он известен как человек, как политик, который вступал в коалицию в правительстве де Гаспери и как человек, который все-таки был склонен к компромиссам политическим. Мы его воспринимаем как бескомпромиссного партийного лидера. Хотя и не случайно, такой маленький факт, он даже умер, находясь в Крыму в 1964 году. Но похоронник, конечно, пытается. Следующий политик, известный... Сколько вы на каждом изображении изображений? Сколько вы получите? Нет такого? Да-да-да, есть, конечно, две тысячи изображений, меньше, чем у всех остальных, но это интересно. Следующий политик, который тоже известен у нас, и, в общем-то, к нему проявляется такой неподдельный интерес, это Альдамора. Пять тысяч изображений. Ну, понятен тоже интерес россиян. Тактический образ герой, который пострадал за то, что он делал, пострадал от рук террористов. И, наконец, самый известный, самый известный из тех, кто был на вершине власти и который теперь уже с этой вершиной ушел. Это Сильвердор Русской. Замечательное образование. Он подбил все рекорды по изображениям в русскоязычном сединении интернета. Это 82 тысячи изображений. Ну, понятно, почему россияне так любят и продолжают любить себя в русскоре. Человек, обладающий большой личной политикой. Человек, вышедший из среднего, в общем-то, класса, из бизнеса и сделавший сам себя. И, как он сам говорил о себе, у меня есть много денег, и итальянцы хотят иметь много денег, у меня есть женщины, и итальянцы любят женщин. Я владелец в здоровье завидирующих футбольных клубов, и итальянцы любят куток. То есть Берлускони угадал ожидания итальянцев. Более того, он создал некоторые ожидания и пытался воплотить жизнь. Кроме того, как знают эксперты, занимающиеся личностью Берлускони, он сломал многие политические стереотипы относительно благочестия в политике и в общественной жизни, и тем самым где-то раскрепостил общественные думы. Ну и, конечно, дружба с Путиным, особенно на начальном этапе своего президентства в первых мандатах, это тоже очень повлияло на популярность Берлускони в нашей стране. Хочу вам напомнить, что Сильвер Берлускони был одним из первых, кто поддержал идею Путина о европейском векторе российской внешней политики, и всячески способствовал представлению, что ли, и Путина, и России на европейской арене. И это оставило след в наших отношениях. Ну и, конечно, еще интерес к Дракустонии определяется тем, что он почти 20 лет в политике, и несмотря на все его, так сказать, какие-то негативные моменты, которые признаются и итальянцами, и россиянами, он умеет держать удар. И даже когда недавно Путина спросили мне, предоставят ли России убежище Сильвер Берлускони, он сказал нет, и Берлускони тоже ответил, что я итальянец и не будет Италии. И даже сейчас, когда его приговорили к общественным работам, он с большим оптимизмом эти работы которые, честно, исполняют и говорят, что счастливы для пожилых людей были. И, наконец, вторая группа итальянских политиков, которые еще малоизвестны россиянам, но которые наверняка заинтересуют россиянам. Это материнцы, о которых мы уже упоминали сегодня. Но вот я нашла две такие замечательные фотографии. Почему материнцы заинтересуют, на мой взгляд, обычных россиян, обычных людей, которые мало интересуются политикой? Ну, во-первых, потому что это молодой политик и ему всего 39 лет. Во-вторых, он не известен как политик, который занимал какие-то высшие посты в итальянской республике. И он, что называется, из низов, из народа. Очень рано стал мэром в Флоренции в 34 года. И физически позиционирует себя как демократ и как человек широкий, в клярвах. И это вселяет надежды на то, что молодое поколение справится с теми проблемами, которые стоят перед италией. И если говорить о русских, о русских потребителях политической информации, это тоже надежда и, может быть, на какую-то смену, на новую кровь, которая, возможно, возникнет и в российской политике. И, наконец, последний представитель политической власти Италии. Человек, который с очень большим, я бы сказала, неожиданно ворвался в итальянскую политику и занял там весомое, значительное место, поскольку на последних выборах примерно 25% избирателей отдали за него голоса. Он тоже очень харизматичен, он бывший актер, он комик, комический актер, и он как бы представитель итальянской антиполитики, так называемой, Саус, который партия, его партия, вернее, движение «25 звезд» критикует всех. Это говорит, что народу нужно представить прямую демократию через интернет, что, опять же, привлекает очень внимание молодежи. И, соответственно, критикует любые коалиции, любые партии итальянские, которые есть сейчас. Ну, и поскольку он человек очень эмоциональный и собирает большие аудитории своими выступлениями, то его иногда называют итальянским «Живеновским», только минусом интернетом. И поэтому я думаю, что «любовь» к «Живеновскому» привлечет и к интересу российских потребителей, политических новостей, и к этому политику. Ну, вот поскольку я уже практически исчерпала лимит времени, я хочу в завершение привести известное высказывание Италии Васильевича Гоголя, который очень любил Италию, что Италия – это духовная родина русской интеллигенции. И напомнить вам, что все русские актеры, политики, литераторы были в Италии, прежде чем стать великими актерами политиками и литераторами. То есть после Каакрии, как правило, начиналась великая политическая и литературная карьера, и театральная, и художественная карьера. Поэтому мы любим Италию и за Парию, и за ее самую. Спасибо. Спасибо большое, Елена. Теперь, по-моему, к профессору Андрею Джанотти и Путинской третьей серии. Что касается отношений между Россией и Италией, можно сказать, что они всегда складываются очень хорошо. И я бы сказал, что располагающая атмосфера города, в котором состоится эта конференция, является доказательством, что уже много веков назад Италия умеет чувствовать и соответствовать русскую душу. И даже во время большого международного напряжения связи между нашими странами стало стабильным. Так в области культуры, как и в области экономики. Но, несмотря на дружеские отношения и родство душ наших народов, средства массовой информации представляют образ совершенно несоответствующей действительности. То есть, помним искажением раздоверных фактов. И это, к сожалению, происходит не только в Италии, а также в других странах, в Дападу и Европе. К сожалению, говорить об отношениях между Россией и Европой, значит говорить о многих потерянных возможностях. И я должен сказать, что большая часть ответственности лежит на Европе. Я помню статьи, где моя страна была названа «Голосы России в Европе». Я считаю, что это слова не сторонника России, а просто каждого самостоятельного наблюдателя. У нас есть много предубеждений о России, и часто мы слышим о ней только как опавстанщики и сырья, и главным образом, как в результате без настоящей демократии. Со стремлениями великой державы. Как если бы Россия не была великой державой. Государство, которое ничего не делает для того, чтобы внести свободу и демократию, и только осуществлять свои интересы. Получается, что у России может быть государственных интересов, как у всех. Это очевидно, что придерживаясь этой точки зрения, европейские страны будут продолжать терять возможность углубления отношений и сотрудничества с Российской Федерацией. Но если Евросоюз продолжает смотреть на Россию сверху вниз, по-моему, он будет терять драгоценный вклад, который Россия может принести в процесс развития самосознания Европы. Но что думают простые граждане? Какое мнение сложилось в том, что Россия и президенте Путин? Можно сказать, что оно совершенно противоположное мнение, которое имеет либеральная элита, как консервативная, так и прогрессивная, которая возглавляет политические и информационные круги в Северной Америке и Европе. У населения не только любое мнение. Для многих европейских граждан политика Путина – это путь для избежания страшных и опасных ошибок, которые совершили их правительство, и, к сожалению, иногда тоже мое. Я бы хотел привести два примера. Арабские весны и защита прав семьи и натурального права. Что касается бунтов в Тунисе, в Ливии, в Египте, в Сирии, европейские правительства, а также президент Обама сразу поддержали готовщиков и на дипломатическом, и на политическом уровне. Также помогли с поставками оружия. Они бойцы свободы, которые воюют против тиранов. Так было написано на первых страницах наших газет. Это говорили по телевидению, в новостях и так далее. Не важно, если в среде этих солдат свободы есть большое количество исламских экстремистов. Не важно, если солдаты свободы говорят, что одна из детей – это уничтожение каждого проявления христианского и западного влияния. И это очень-очень интересно, действительно. В этой ситуации, наоборот, Россия поступила очень осмотрительно. Вы, конечно же, знаете больше, чем я. И больше, чем я. Сразу наши медиа, как и английские, французские, американские и так далее, сказали, что этот ход России был совершенно предсказуемым, потому что у нее есть сходство с недемократическими правительствами. Большинство наших западных медиа не говорят о том, что у России здесь уникальный опыт в этих регионах. И что уже в 19-м веке русское востоковидание было самого чудмения. Но, может быть, только у Великобритании было на таком уровне. Это как Евросоюз забыл, что после покорения восточных регионов, особенно центральной Азии, Россия должна была изучать культуру, социологию, философию, ну и даже, я бы сказал, психологию восточных народов. Ну и поэтому действия, которые она предприняла, это следствие ее исторического опыта. Ну так, Евросоюз забыл или решишь, что лучше мальчать по этому поводу, потому что это против его интересов? А, я и итальянские и европейские граждане задают себе вопрос. Уверены ли мы, что Европа следует интересам своих народов, своих культур, своих цивилизаций? Ну, я считаю, что было бы достаточно посмотреть на градусилизаций, подконтрольных наставшихся, на женщин, не имеющих минимальных прав, и покрытых с долгоданами. Действительно, прекрасный пример свободы и демократии. Ну и еще, как возможно, что Европе неинтересна судьба христианских коммун в Северной Африке и на Лыжном Востоке. Только президент Путин обещал этим коммунам помощь со стороны России. А, я как итальянец, ну где Италия? Где Франция? Где наша христианская Европа? Само собой разумеется, что у каждой страны есть свои интересы, свои перспективы. Но в период арабских кризисов Европа показала, что не извлекла никакого урока. Из-за нареканского опыта, а в Афганистане 80-й урока. И в Ливии, уже в Египте, а сейчас в Сирии, вместо того, чтобы использовать маленькие экономические выводы, но и в Европейской стране, сами себе создают огромные проблемы. И Франция прекрасно знает это. Ну и в Средневекомедии Штаты Америки тоже. Но они далеки. А мы здесь, рядом, скажем так, с очень горячей точкой. Ну и поэтому ситуация очень сложная и очень опасная. Есть тоже второе дело, скажем так. В очень сложные времена для европейских граждан, когда существует огромное количество проблем, мне кажется, что для Евросоюза проблемой номер один является проблема однополых браков. И дальнейшее установление детей однополыми семьями. Но это не все. Евросоюз, кажется, ведет пропаганду, что больше не существует мама и папа. Что совершенно нормальное явление иметь родителя один и родителя два. Или, если вы почитаете, родителя А и родителя Б. Практически мама и папа, можно сказать, превратились в существо среднего пола. А что это? Очередной шаг в цивилизацию? По-моему, это страшный и грустный пастор. Ну и Россия. Ну, в отличие от позиции Европы, которая не хотела признать христианские корни, вы помните, конечно же, проект европейской конституции 2003 и 2002 года, когда был создан комитет под руководством лучшего президента Франции, Джискан Дестен, для того, чтобы писать эту конституцию. И они очень долго спорили, для того, чтобы решить, если нужно было бы писать в конституции, что корни Европы – это еврейско-христианские. А в конце концов отказались и решили, что нет. Нельзя так писать. И даже конституцию не сделали. В отличие от Европы, которая стала опорой исламским экстремистом, убивающим священников, разрушающим монастыри. В отличие от позиции Европы, которая уничтожает семью, можно сказать, к сожалению, позиция России является настоящим примером борьбы за сохранение ценностей. И этот факт совершенно ясный и очевиден для большинства европейского населения. Я считаю, что фундаментальной ошибкой многих западных лидеров и политических назудателей – это позиция превосходства над Россией. Они практически хотят научить России, навязать России, свою демократию, свой концепт демократии, свой концепт свободы, свое модель развития. Но практически они хотят научить Россию, как нужно жить. Как если бы страна, которая заплатила жизнями 25 миллионов граждан за освобождение мира от нацизма? Страна, в которой мирно живут многочисленные этнические группы? Страна, которая создала и оставила университет и Академия наук на территории всего бывшего Советского Союза, не смогла сама выбрать свой путь развития. Я считаю, что эта страна не только в состоянии выбрать свой путь развития, но выбрать, скажем так, без вмещательства постороннего, но это страна, которая заслуживает себе уважения. Если я правильно помню, есть старая русская пословица, я считаю, что в чужой монастырь со своими молитвами не ходят. Я считаю, что это пересказ, скажем так, и два концепта. Конечно же, как и у любой другой страны, в России тоже есть свои проблемы, но желать научить Россию, как жить и чем быть, я считаю, что это поведение не только ошибочное, но тоже исторически неоправданное. И более того, что многие итальянские, многие европейские задают себе вопрос, почему Россия должна прийти в модель, в социально-политическую модель, которая уже у нас показала себе, как сложноуправляемая и проблематичная. Это очень-очень глупо, честно говоря. После многих лет нестабильности и потери влияния президент Путин сумел вернуть Россию в свою натуральную роль. Я бы сказал, роль великой державы. И учитывая оппозицию, ну и мы, что оппозицию России на верном небосклоне, можно сказать, что много европейских граждан принимают этот факт как позитивный факт для стабильности мира и особенно уважения международного права. И если вы позвольте, я бы хотел цитировать некоторые слова одной песни, которая мне очень нравится. И врагу никогда не добиться, чтобы склонилась твоя голова. Спасибо вам за внимание. Спасибо. 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 Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Университет Путин сумел вернуть на Россию за путешествие. За возможность участвовать в этом кругу на столе. А я тоже хотел спросить Андрея, из-за видео, где пил ли он очень чистый юрский говорит, может помогать язык. Я стараюсь, может быть, не очень понятно, что я буду сказать из моей речи. Очень понятно, конечно. Надеюсь. Модокады – это достойная российские гражданские дни. Сегодня, конечно, Россия, тем больше, как в СССР, тем больше закрытая книга. Да, мы в Британии уже много знаем, не так 25 лет назад. Можно пришли, много итальянцев здесь сегодня, гулять свободно на улице. Ну, все равно. В СССР уже сказали, что нам активно много ассоциаций, уже на 70-80-м году связаны уже между Италией, и уже когда были в СССР и сегодня в Ледвии. Но надо сказать, что, в другую сторону, информация – это несовершенненно, не комплект, как ты говоришь, Андрея, не умолен. Не умолен. Не умолен. Это, почему, откуда это? Есть, как частые интеллектуальные литки, итальянские интеллектуальные литы, которые они не чувствуют, что сегодня Россия следует, как сказать, европейский стандарт поправлен, регули, стандарты, регули европейские. И это… Откуда, может быть, это начинается? Надо говорить, прежде всего, об этом теме, что это очень горячая дискуссия сегодня в нашем университете, называется «Руссофобия концерта». «Руссофобия концерта». Это что? Это концерты, которые уже историки в эпохе Прозвещения. Уже есть такие концерты. Но… «Руссофобия концерта». Лето с университь Betrюкер. Ставists, строго Hab деревья в�도 со старой недоооооооооооооооооооооооооооооо sagоняке. Потом мыוח обоох. Продолжение следует...